Я думаю, что очень интересный, очень непростой, тяжелый поединок с очень серьезным соперником, укомплектованным. Я думаю, что игра протекала с равными шансами. Может быть мы там в первом тайме были чуть острее. Но надо признать, такой очень равный поединок достойных команд. Да, соперник тоже имел моменты, но в команде 11 человек. У нас сыграл здорово вратарь. И что, к сожалению, обидно, вот такая опять нервная концовка из-за того, что мы свои контратаки не можем довести до логического завершения. Выходя, не можем нанести этот разящий удар и здесь снять напряжение, забив второй гол. Поэтому очень сложно, боязнь ошибки, как правило, приводит к их возникновению. Хотя стоит команду поздравить с хорошей самоотдачей и с хорошим отношением к матчу. Не просто было восстановиться после тяжелого поля в Калининграде. Там было такое болотистое, в принципе, традиционно очень сложное. И получается, что мы одних лечим, вторых теряем. Некоторые не готовы, как Серега Бреев, снова получают травму. Рома Воробьев тоже первый поединок провел от звонка до звонка. Мы понимали, насколько ему сложно. Но в эту позицию у нас, как и получается, больше и нет людей. Поэтому поздравляю нашу команду с хорошим, достойным результатом, с выходом на второе место. Я думаю, что этот груз на этой погоне, такой продолжительный, он тоже дает о себе знать. Это не просто в психологическом плане догонять. Но, тем не менее, стоит гордиться этими ребятами, которые самоотверженно делают свое дело и показывают хороший, качественный футбол. Я сегодня перед игрой на установке говорил, сегодня придут наши преданные болельщики, их будет достаточно. И вот именно что, респект и уважение хочется выразить за такую сумасшедшую поддержку, классную поддержку. И пусть там кто-то говорит, что у нас не футбольная страна, я думаю, что футбольная. И мы сделаем ее еще более футбольной.